Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы одеты во всё красное, на моей футболке даже остались следы скоропостижно растворившейся при стирке надписи «Мама, не делай аборт!» И поговорим мы сегодня про аборты! Это да! А что тут говорить? По-моему, всё уже сказано! Аборты надо запретить, потому что это убийство! Это официальное мнение церкви! Разве можно ещё что-то добавить? А не надо ничего добавлять! Надо просто немножко уточнить! Вот уточни, пожалуйста, термин «убийство»! Лишение жизни! Ну и когда начинается человеческая жизнь? В момент оплодотворения яйцеклетки! А когда возникает человеческая душа? В это же время, раз в этот момент начинается жизнь! А вот как раз и логическая ошибка, называемая «порочный круг»! Или доказательство через то же самое! То есть масло является маслом, потому что оно масляное! Удивительно! А как на самом деле? На самом деле, в христианском богословии нет учения о том, когда и как возникает человеческая душа! Церковь только осудила учение Оригена о предсуществовании человеческих душ! Таким образом, церковь не имеет и не может иметь учения о том, когда и как, в какой момент возникает человеческая жизнь! На эту тему могут быть только разные богословские мнения, называемые телоэгуменами! Да, да! А как же в социальной концепции РПЦ говорится о том, что жизнь начинается в момент зачатия? Социальная концепция РПЦ – это документ, принятый Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году, излагает базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Это не догматика, которая определяет христианское вероучение, это междисциплинарные исследования. Иными словами, это попытка религии влезть в область действия, науки и медицины. То есть, ты хочешь сказать, что человеческая жизнь начинается не в момент зачатия, а в какой-то другой момент? Когда начинается человеческая жизнь, знает только один Господь Бог, и Он не оставил нам на эту тему никаких божественных откровений, потому что этот вопрос не принципиален для спасения человеческой души. На эту тему могут быть разные богословские мнения. Однако, если человеческую жизнь отсчитывать, начиная с момента зачатия, то возникают некоторые вопросы, которых не возникло бы, если бы человеческая жизнь отсчитывалась от момента рождения. А ответы на эти вопросы есть? Ну, не знаю. Если кто-то из наших зрителей знает ответы на эти вопросы, пусть напишет их в комментариях к этому видео. А еще вот я не понимаю, почему именно момент оплодотворения яйц клетки выбрали как момент начала человеческой жизни. А какие еще варианты? Ну, например, почему не момент полового контакта, который является визуально фиксируемым и происходит за несколько часов до оплодотворения яйц клетки? Почему не момент наступления беременности, который происходит через несколько дней после оплодотворения яйц клетки, когда эмбрион закрепляется в матке и начинает развиваться? Почему не момент, когда у плода начинает биться сердце, который происходит через несколько недель после наступления беременности? И почему не момент рождения, который всегда в разных религиях считался моментом начала человеческой жизни? Может быть, какой-нибудь старец получил божественное откровение об этом? Ну, в принципе, не исключено. Но даже если так и было, то, к удивлению многих православных христиан, богословские вопросы так не решаются. Если этот старец получил божественное откровение, то он должен поделиться своим откровением со своим правящим архиереем. Этот архиерей, если посчитает нужным, делегирует этот вопрос в собор епископов. И собор епископов уже рассмотрит священное писание и священное предание и примет богословское учение, то есть догмат, или осудит неправильное мнение, то есть ересь. Но в любом случае не стоит слишком пристально присматриваться к внутриутробному развитию эмбриона, так как человек состоит не только из тела, но и из души. Поэтому пока не будет консенсус-патрум по вопросу, как и когда возникает человеческая душа, то не будет и точного ответа на вопрос, как и когда возникает человеческая жизнь. А соответственно не будет церковного учения, аборт это убийство или аборт это не убийство. Так-то так. А как насчет церковной практики? А насчет церковной практики как раз все очень печально для тех, кто считает, что человеческая жизнь начинается в момент зачатия. Потому что эта практика все-таки склоняется к тому, что все-таки в момент рождения начинается человеческая жизнь. Ну, например, в церковной практике нету обрядов, совершаемых над человеком до его рождения. Хотя Святой Дух дышит где хочет, если захочет, может проникнуть и в материнскую утробу, но крещение только после рождения, наречение имени только после рождения, обрезание, ну, это понятно только после рождения, на могильных плитах пишет дату рождения, во всех документах дату рождения, а то и вовсе дату крещения. И в Библии живые люди почему-то называются рожденные женами, а не зачатые. Я слышала, что священник поставил крест на месте захоронения абортивных отходов. Ну, вообще, эта идея, конечно, интересная. Только вот по этому поводу возникает два вопроса. Во-первых, если эмбрион или плод абортирован, похоронен и на его могиле поставлен крест, то какие даты жизни на нем написаны. Может быть, отрицательные числа, может быть, комплексные, может, просто календарные даты, но это интересно было бы посмотреть. Во-вторых, абортированный плод как-то надо присоединить не только к церкви, но и к роду человеческому. Я очень сильно сомневаюсь, что эти эмбрионы или плоды были крещены. А вот по поводу того, что является человеком, это как раз надо обратиться к вот такой книжке. Пособие по совершению приходских треб, которое является современным пособием для современных священников и составлено на основе требника Петра Могилы. Там есть очень неудобная фраза. Вот если рожденная от женщины не будет иметь никакого человеческого вида, то и крестить не должно. Если есть сомнения, животное или человек, или если дитя многовидное, то, ну вот, на эту тему надо, вот, Лен, прочитай страницу 34, должно ли и как должно совершать крещение над уродами. В данном случае уродами называются не мужики, которые не желают содержать и воспитывать своих детей, а дети, всего лишь имеющие анатомические дефекты. Должно ли их крестить? Так. Если рожденная от женщины не будет иметь никакого человеческого вида, то и крестить его не должно. Если же есть сомнения в том, животное ли это, или может быть человек, то должно крестить условно, ащи человек не искрещается, раб Божий и так далее. Требник Петра Могилы лист десятый. Если же родится дитя многовидное, то, не приступая к крещению его, надо сперва рассмотреть одну или две, а также одну или две груди отчётливо разделённых имеет это дитё. Когда окажется, что дитя имеет две головы и две груди, то значит и два человека. И тогда каждый из них должен креститься особо через обливание на голову. Сперва одного обливать трижды и произносить совершительную форму крещения, затем также и другого. Только в таком случае, когда детей беда смертная наступает и времени не достаёт, чтобы обоих крестить отдельно, можно крестить их за одним разом, произнося совершительную формулу крещения во множественном числе. Крещаются рабы Божьи, имя того и другого и так далее. Но, когда род будет иметь два лица, две головы и две груди, но не отчётливо разделённых, так что явится сомнение, одно ли это существо или два сросшихся, тогда должно крестить через обливание сперва одного обыкновенной формы крещения, а потом другого под таким условием. А щенек крещения есть, крещается раб Божий, имя Рек и так далее. Там же. Если мы не правы, то пусть нас поправят наши зрители и напишут в комментариях. А ведь действительно, на ранних стадиях беременности ни головы, ни груди нет, но подотворение уже произошло. Можно даже с помощью медицинских приборов этот эмбрион из матки взять, поместить в другую женщину или в инкубатор. Технически можно даже покрестить, но требник запрещает это делать, так как считается, что он не имеет вида человеческого, ну, поэтому не человек. И это не единственная проблема. Есть такое явление, однояйцевые близнецы. То есть, была одна оплодотворенная яйцеклетка. Если человеческая душа дается в момент оплодотворения яйцеклетки, то была одна душа. Из этой яйцеклетки вдруг развились два эмбриона. Они родились как обычные здоровые близнецы, стали обычными людьми, и у них две души, стало быть. Вопрос, когда и откуда появилась вторая душа? Если душа дается в момент оплодотворения яйцеклета. Другая ситуация с уродством типа паразитный младенец. Значит, ну, в материнской утробе развивали себе спокойненько два эмбриона. В какой-то момент беременность пошла аномально, и родилось чудо, у которого одна голова, одна грудь, но из живота торчат две дополнительные ноги. Вопрос, куда делась еще одна душа? Ну, улететь туда, куда улетают души умерших людей, она, по идее, не могла, потому что организм еще живой. Но вида человеческого не имеет, головы и груди не имеет, и, стало быть, не человек. Так что, куда делась вторая душа? Другими словами, является ли аборт убийством или не является ли аборт убийством, богословию это неизвестно. Есть ли жизнь на Марс? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дня. Зато науке известны причины, по которым происходят аборты. Какой науке? Ну, например, науке зоология. Например, ну, когда самка находится в трудной жизненной ситуации, у нее происходит естественный аборт под названием выкидыш. потому что если самка погибнет, то детеныш точно не выживет. А самой самке легче выжить, если она не обременена приплодом. А когда трудная жизненная ситуация кончится, тогда можно уже и рожать сколько угодно. А как же Бог дал зайку, даст его жайку? А вот что обидно, эта гипотеза не подтверждается с наукой. Когда травоядных становится слишком много, то, как ни странно, не происходит увеличение площади планеты, а эти зайки зажирают все, что только могут сожрать, и массово вымирает. И на месте лужайки остается пустыня. И там уже живут не зайки, а какие-нибудь тушканчики. Ну, тушканчикам тоже надо жить где-то. Но это все у зверей, а как у людей? А у людей есть система государственных, общественных и медицинских мероприятий, называемая охрана материнства и детства. И один из результатов этой деятельности как раз снижение количества абортов. Я только не понимаю, зачем так навязчиво продвигают утверждение аборта это убийство. Ну, а это социальная реклама. Как всякая реклама, социальная реклама это психологическая манипуляция. Придвижение в массы, но не товара, а поступка. Рекламный слоган, он не обязан быть правдивым. Я очень сильно сомневаюсь, что левую и правую палочку конфеты Твикс делают на разных фабриках. Вот этот самый рекламный слоган, он не обязан быть правдивым. Он должен быть кратким, он должен быть запоминающимся, он должен быть оригинальным и соответствовать рекламной кампании. В общем, аборт это такое же убийство, как баунтирайское наслаждение. А мама, не делай аборт это такой же мудрый совет, как сделай паузу, скушай твикс. А раз есть реклама, значит это кому-то выгодно? Ну конечно же кому-то выгодно. Всякая реклама стоит денег и должна окупаться. А так как везде разложены листовки именно со слоганом аборт это убийство, а не к примеру повышение пенсионного возраста это убийство или нарушение правил дорожного движения это убийство, то значит кому-то из лиц принимающих ответственные решения выгодно именно антиабортная социальная реклама. Не какая-то еще? Ну да, не какая-то еще. Вопрос только кому это выгодно? Ну на эту тему кому выгодно антиабортная социальная реклама и какие причины толкают женщину на аборт мы возможно когда-нибудь запишем еще один видеоролик. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семьеведы-любители Лена Магадан и Колян Платков. До встречи в следующих видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Платочек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставите дизлайк обязательно напишите за что дизлайк то. До свидания. Спасибо. До встречи в следующих видео. Спасибо.